Всем привет! Это видео о том, как быстро научиться играть аккордами на аккордеоне любую песню. Значит, первое. Если вы не знаете нот на аккордеоне, то с помощью тюнера и басовой ноты во втором ряду можно их все подписать, как это сделал я. Далее, поставив зеркало напротив себя, можно видеть эти ноты. Я не претендую на такой способ, как актуальный, но он работает. Дальше здесь я тоже подписал, но можно запомнить ноты. Соответственно, что такое аккорд? Это три участвующих звука основных. Набираются они определенным образом. Вот, например, минор. Первая клавиша, после нее пропускаем две клавиши и зажимаем. Следующий через три клавиши зажимаем. То есть, через две, через три. Это минор. Чтобы сыграть мажор, нужно пропустить через три, потом через две. Например, если у нас аккорд Е7, тогда мы отсчитываем мажор и еще через два добавляем ступень. Это уже Е7, так называемый блюзовый, либо джазовый аккорд. Вот, здесь у нас идет два ряда басов, основной и вспомогательный. Далее у нас идет мажор, минор и септаккорд, о котором я только что сказал в конце. Вот, и собственно далее, для того, чтобы играть песни, нам надо знать просто, в каких нотах они играются, в какой тональности. С помощью зеркала можно это сыграть. Вот, сейчас я продемонстрирую на наших песнях группа «Пещерные люди», песня «Звезда». Ну вот, давайте. Ну вот, давайте. Ну, тут у меня клавиша чуть-чуть одна на Си заедает. Ну, я думаю, вы и так все услышите. То есть, таким образом можно играть любые песни того же Виктора Цоя через определенный период времени и подобрал ритмику, то есть тот же бой, можно мехами определенным образом повторить ритмику. Ну или, допустим, здесь, да, вот возьмем эту же песню, звезду. То есть, как вы видите, это не так сложно. Пишите в комментариях. Надеюсь, это видео кому-то помогло. Вот. Просьба десятилетних аккордионистов и очень умных людей даже не беспокоить. Пока. Продолжение следует.